Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, о говорите и показываю этого потом. И сегодня у вас будет очередной прекрасный случай упрекнуть меня в легкомыслии, потому что я очень люблю такие штуки. Я рассказывал и о книгах-панорамах, и о книгах в жанре поп-ап, когда разворачиваются какие-то бумажные конструкции, о книгах с наклейками, о книгах с вырубками, о книгах игрового характера, скажем так, и о книгах совсем несерьезных, совсем смешных, шуточных, можно так сказать. Мне очень нравится, когда книга поражает тебя формальным ходом каким-то. И поэтому я в пижамараме, вот эта прекрасная вещь Михаэля Лебона, о котором я раньше ничего не слышал, Федрика Бертана, о котором тоже ничего не слышал, когда она вышла в издательстве «Самокат», я взял эту тоненькую книжечку в руки и подумал, ну господи, ну неужели я буду об этом рассказывать, да? Но когда я заглянул внутрь, вот то самое волшебное чувство, которое охватывало тебя в детстве, когда тебе показывали такую невероятно, безумно, обалденно фантастическую штуку, как линейка офицера. Вы помните, да? Вы помните? Четвертинка тетрадного листа площадью, такая прямоугольная, прозрачная, и там маленькие фигурки, самолётики, танки, фигурки солдатиков, прямоугольнички, кружочки, различные условные обозначения, чтобы размещать топографические карты. А ещё хитрые вырубки и вырезки, которых можно обводить, они тоже что-то значат. Мы не знаем о том, что они должны обозначать в работе офицера, да, полевого, который использует эту прозрачную линейку для того, чтобы размещать карту, но мы обязательно все эти стрелки любовно перерисовывали, рисовали планы сражений, рисовали планы оборонительных укреплений, линейка офицера. Боже мой, какое счастье! А спирограф? Вы забыли, что такое спирограф? О, эти пластмассовые кружочки, куда надо было вставлять в один кружочек циркуль, а в другую ручку. А иногда же циркуль не надо было вставлять, там он ходил по рубчикам, которые внутри пластмассовой рамочки были. Этот кусок, не знаю чего, пластмассы, совершенно казеиновый какой-то или пластиковый мусор, составлял безумные счастья нашего детства. Какие цветные узоры мы рисовали, как мы хвастались, сколько было из пограни на учебников и тетрадей этим сел. Простите, дорогие взрослые, вспомню себя, конечно. Вот это волшебное наслаждение, которое дает простые эффекты, уже не радующие взрослых, потому что те слишком привыкли, примелькалось это все в глазах, вот эти вещи дает пижама рама. Потому что ребенок никогда такого не видел, а если и видел, то забыл. А уж я-то точно, может быть, где-то видел, но забыл на обращу, поэтому я говорю, совершенно незнакомые для меня авторы. Посмотрите, в этой книге есть очень важная деталька. Это вот этот кусочек пленки, квадратный, ни в коем случае не потеряйте его. Если потеряете, то придется искать такой же, а это не знаю даже, как и сделать самому. Потому что он очень нужен, чтобы рассматривать книгу. Когда вы его рассматриваете, совершенно фантастическим, волшебным образом начинают двигаться и меняться все узоры. Я понятия не имею, передаст ли видео те эффекты, которые я вижу глазами. Скорее всего, да, но не все, потому что здесь надо рассматривать вблизи. Вот здесь, допустим, циферки и восьмерочки начинают переливаться. На ромбиках и на шестигранниках, на пятигранниках сотовых вот этих, да, начинают меняться цвета, они начинают мельтешить, да. Здесь есть вообще фантастические вещи. Если вы движете, двигаете, пардон, вот по этой спирали этот кусочек пластика, то вы видите, как спираль начинает вращаться волшебным совершенно образом. Это завораживает. Вот. Здесь начинают перемещаться, как стайка маленьких рыбок в океане, которые так часто показывают в научно-популярных фильмах, вот эти вот продолговатые ромбики, они очень нечеткие, если смотреть на них невооруженным глазом, да, а если смотреть сквозь пленку и двигать ее, они начинают мельтешить, как будто перед тобой порхает стайка чего-то, вот, например, таких рыбок. Вот здесь вот натуральные волшебные вещи происходят. Здесь просто мелькают и переливаются цветами узоры, да. Я покажу следующую страницу. Здесь механизм, который работает, двигается. Видите эту коленчатую передачу? Видите вот эти вот шарики, которые, как в игре, напоминающие Тетрис или напоминающие знаменитого Пакмена, да, по коридорам, по закругленным бегают, да? Они реально, они реально, вот эта звездочка вращается вокруг своей оси. Вот эти вот штуки движутся по желобкам, на которых они нарисованы. Вот эта коленчатая передача вращается и двигает колесо. Внизу рычаг поднимает и опускает вот другую передачу, да? Какой-то настоящий волшебный механизм нарисован. Причем здесь еще есть текст. Вы знаете, я на тексте останавливаться не буду, потому что, ну, в общем, силы не хватит, что называется. Это потрясающе само по себе, в чистом виде. А какую историю вы будете рассказывать при этом ребенку? А здесь есть целая история, смешная, забавная, значит, где описаны все эти открытия. Это уже дело десятое. Вы, собственно говоря, если вам понравится сама эта книга, если ребенок придет в нее в такой же восторг, как я пришел, да? Как моя дочка пришла, то вам, конечно, надо будет попридумывать какие-то истории про эти все смешные закаляки. Они потрясающие, они движутся, они оживают. Эффект, как вы уже, наверное, догадались, вот здесь, что происходит со стволом этого дерева, да? Как движутся прямоугольники. Реально движутся, хочется потрогать пальцем. Это как голограмма, да? То есть, обман глаз, и ты понимаешь, что это обман зрения, но, тем не менее, пальцем потрогать все равно хочется. Вот. Значит, это, конечно, оптическая иллюзия. Одна из многих очень оптических иллюзий, которые можно добиться совмещением разных изображений. Это очень легко делается, это рассчитывается на компьютере. Ну, боже мой, какая же это фантастическая штука. Я недаром начал с примеров из своего детства, потому что у нас были другие забавы, но эффект был примерно такой же, да? То есть, восторг был примерно такой же. Здесь на каждой странице огромное количество таких секретов. Ну, вот. Что я могу сказать? Можете сколько угодно упрекать меня. Вот, здесь вот замечательные эти медузы черные такие, как у Ефремова, да, в Туманности Андромеды. Вот, они шевелят своими щупальцами эти черные звезды. Вообще, обалдеть. Что я могу сказать? Значит, конечно, такие книги, может быть, не сильно много научат прекрасному, доброму, светлому. Но они будут в воображении не хуже, чем иные многостраничные, выдуманные, сказочные истории. Потому что здесь перед тобой наглядно. Ну, вот настоящая красота, детальность этого мира. Если бы Господь был, Он создавал бы этот мир, выписывая любовно каждую детальку. И, конечно, Он предусмотрел бы ряд оптических иллюзий, которые я вам сейчас продемонстрировал. Потому что это так классно, что если бы этого не было, его бы стоило придумать. Вот и придумали, вот и нарисовали. Я в пижамораме, издательство Самокат, это прекрасная совершенно игрушка, которая взрослым напомнит бесконечные часы, проведенные, там, не знаю, у кого-то, с набором цветной бумаги, ножницами и клеем. У кого-то со спирографом и ручкой. У кого-то с, вот уже упоминаемая линейкой офицера или каким-нибудь пособием по оригами, да. Но это бесконечная радость, потому что эти узоры еще можно и раскрашивать, их можно еще пытаться и перерисовать, а можно прочитать всю эту историю и придумать что-то подобное самому. Это полностью открытая для творчества, для фантазии книга. И все, что я могу вам посоветовать, это не упустить возможность в магазине или где-то еще взять ее в руки. Это надо видеть абсолютно, потому что надо полистать самому. Тогда, конечно, наверняка вы ее заинтересуетесь. Вот такой вот привет из детства. Волшебный мир движущихся картинок, название, которое вообще-то должно было бы интриговать и разочаровывать в конце, в точности соответствует тому, что там есть. Там есть волшебный мир движущихся картинок, можете поверить мне на слово. Спасибо за внимание. Везумительная вещь.